Русские новости Вы только презентируетесь, вы только имитируете народное представительство Хотелось бы еще раз прокомментировать то, что произошло на выборах Мне попались в руки протоколы одного из избирательных участков Вполне показательный подмосковный участок в Химках И по этому протоколу вполне понятно Это в принципе типичный такой протокол Тут каких-то особых всплесков нет Можно понять, что за Думу мы якобы избрали На самом деле избрали они Как говорится, выборы состоялись в Кремле Выборы народных депутатов Российской Федерации состоялись в Кремле Поэтому никакие они не народные Это кремлевские депутаты Делегаты от нынешнего олигархического режима В Государственную Думу Российской Федерации Которые, конечно, не являются никаким народным представительством И те партии, которые там представлены К народу нашему, не имеют никакого отношения Вот цифры, которые об этом говорят Вот конкретно избирательный участок Явка Химки, в общем, Подмосковье 28% Это реально, реально Вот примерно 28% Вряд ли где-то больше И если где-то больше То это вранье Это специальными методами Все устраивается Это тотальная фальсификация Она произошла всюду по стране Здесь, видимо, фальсификации были минимальными Или просто не были нужны Депутат Государственной Думы Который прошел в Думу Собрал 1,4% голосов избирателей Совершенно ничтожное число Вот это примерно и есть уровень Легитимации Государственной Думы Примерно 10% Ну, в данном случае 11,4% Это только потому, что Баллотировалась по этому округу Ирина Роднина Она собрала 11,4% То есть человек со всероссийской известностью С советских времен Многолетняя известность И все ее знают Поэтому за нее проголосало вот столько За Единую Россию по этому же округу Проголосало 9,4% Вот уровень конституционного большинства В Государственной Думе Меньше 10% Чтобы вы все знали Что никакая это не демократия Никакое это не большинство Это меньшинство Ничтожное меньшинство Народа эта Дума не представляет Единая Россия тем более А все партии Все прошедшие в Думу партии Вместе взятые По данному округу Собрали всего 19% голосов 19% голосов Ну, это я бы сказал Что даже как-то аномально много Вот, это превышает, конечно Какой-то средний уровень Вот посмотрим Собрали справедливое Россия собрала 2% голосов То есть Государственная Дума Не проходила По действующему законодательству Если бы вот Подобное голосование Состояло всюду по стране ЛДПР собрала 4,1% Не проходила в Государственную Думу И КПРФ собрала 3,5% Не проходила в Государственную Думу А кто проходил? Да никто Ни одна другая партия Там еще сколько-то набрали яблочники Но тоже меньше 5% И получается, что Вот при этом Однопартийном голосовании Единая Россия собрала Меньше 10% Вот даже Ирина Роднина Не смогла собрать Для Единой России Достаточное количество голосов То есть многие голосовали За Роднину Про тому, что ее знают Но против Единой России За какую-то другую партию Посмотрим Одновременно Происходили выборы В областную Думу В Думу Московской области Областной депутат Видимо Единорос Собрал 7,6% 7,6% От числа избирателей Можно сказать, что областная дума легитимна? Нет, ни в коем случае А Единая Россия Там по партийным спискам тоже было Собрала 9,6% 9,6% Тоже будет контролировать Подмосковную Думу Организация, которая не собрала И 10% Ну примерно как в Государственную Думу Так и в областную Это абсолютно нелегитимные органы Это самозванцы Захватившие власть Они так написали законы Что теперь у нас может править Абсолютно ничтожное меньшинство И наконец Выборы в городскую В городское собрание Единая Россия Собрала 8,6% Вот конкретность Конкретность Если считать даже Что здесь не было вообще никаких подтасовок Они могли конечно быть Но здесь они несущественны Получается, что Однопартийная система Которая не представляет Никого Ровным счетом никого Ну и посмотрите Как у нас формировалось Партийное представительство Оно абсолютно неприемлемо Из множества партий Которые регистрировались Не зарегистрирована Ни одна национально-патриотическая Хотя так условно Национально-патриотические Пытались что-то сделать Вот наша партия Великая Россия Не была в 2007 году Дважды не была зарегистрирована Хотя тогда Условия отбора Были куда более жесткие Мы подавали списки На 60 тысяч человек Распределенные по стране Естественно Это потребовало Огромных средств Огромных усилий И все это стало возможным Только благодаря тому Что это был актив Прежней Родины И были собраны Эти списки И финансы туда были Вложены Значительные И нам отказали Отказали по полному Беспределу Был там такой вот Руководитель Регистрационного органа Владимир Васильев Который просто Фальфицировал все Без исключения документы Регистрационного дела То есть все абсолютно Каждую страницу Он фальсифицировал Суд все это дело Принял как норму И там еще интересный Такой заход был Мы же подали на регистрацию Устав Полностью один в один Собственно наш устав Который был У зарегистрированный Без всяких проблем Справедливой России А это был устав Прежний устав Родины Мы его взяли Полностью скопировали Заменив только название Заменив название партии Их устав был Без проблем Зарегистрирован А в нашем уставе Нашли Противозаконные Пункты Вот какая радость И нам тогда Объяснил Вот этот господин Васильев Циник Лжец Я его так тогда Назвал из-за этого Меня он тягал в суд Даже в статусе Депутата Государственной Думы Суд решил Что это не политическое дело И что я посигнул На честь и достоинство Этого негодяя Вот Потом я обращался Во все остальные инстанции Вплоть до Суда по правам человека Страсбургского Но ВОЗ и ныне там То есть ничего не отменилось Никто не отменил Это противозаконное решение Савеловского районного суда Так вот Устав тогда Наш не был зарегистрирован Потому что он незаконный А устав справедливой России Был законный И когда Мы предъявили на этот счет претензии Публично Объявив что Это фальсификация Стопроцентная фальсификация Отказа Вот этого решения об отказе То есть Даже вот по этому моменту Идентичные уставы Один регистрируется Другой нет Равенство граждан перед законом Было растоптано И даже это не было принято Судом И самой Росрегистрацией Министерством юстиции Как какой-то основательный аргумент Чтобы пересмотреть свое решение Ну по крайней мере В этой ошибке Могли бы признаться У них там было полно всего И они считали И прямо открыто сказали Что если у вас есть Хотя бы одна опечатка Даже опечатка Ну например Год рождения неправильно указан Там вместо единички Двойка впереди поставлена Там какой-нибудь 2030 год рождения указан Все Мы можем вас не регистрировать И для того чтобы вам все это исправить Вам надо заново проходить процедуру Заново собирать съезд Со всей страны Созывать людей Заново все документы подавать Вот они даже на это не пошли То есть было циничное попрание закона Циничное попрание права граждан Образовывать общественные организации С целью принять участие в выборах Ничего не регистрировали Потом сказали Мы регистрируем кому угодно Дудки Это на самом деле был обман Сейчас говорят Ну что так много партий Вот видите вам же дали Вы можете зарегистрироваться Без всяких проблем Это ложь Это ложь Потому что Я знаю например Партия Родина Регистрировалась вообще без всякого съезда То есть они собрали документы Написали Подали им регистрацию Выдали Вот и все Вот и все И Любой другой партии Которая вот Действительно является позиционной Ей надо Во-первых иметь разветвленную инфраструктуру Во-вторых провести съезд Который стоит Где-то полтора-два миллиона рублей Как минимум Собрать этих людей Реальный актив Зарегистрировать в регионах Еще там кучу всего То есть тут Огромные затраты Огромные затраты То есть Бюджет два миллиона рублей Вот Это то что требуется Для регистрации партии Ну для какого-то бизнесмена Это пустяк А для нас Кто реально занимается политикой Это цифра неподъемная Мы никак ее не сможем собрать А если бы мы ее собрали Наверное бы Если бы у нас был вот этот излишек Два миллиона Наверное мы бы потратили эти деньги На что-нибудь другое То есть не регистрировали категорически Не регистрировали патриотические партии Но из тех, которых понарегистрировали Там было много бесполезных Ну просто для того, чтобы специально Дискредитировать вот эту систему Саму свободу регистрации То есть нам объявили, что Да у вас свободная система Захотел зарегистрироваться Это вранью, конечно Не было этого Но надо дискредитировать Было вот эту свободную систему Регистрации партии Поэтому Путин сразу после выборов Сказал Ну вы подумайте Как-то надо все-таки это ограничить Я прекрасно помню Когда я пытался Зарегистрировать партию Там был такой вот Один из столпов Кажется ныне в Думу не попавший Но прошедший много-много созывов И выполнявший там самые Сложные задачи Которые ставил перед ним Партия правительства Владимир Плегин Председатель комитета По конституционному законодательству Он просто с трибуны говорил Что нам хватит Вот достаточно уже партий Тех, которые есть Были четыре парламентские партии И там какие-то еще Либералистические, внепарламентские Вот хватит там Семь-восемь партий Достаточно На все вкусы есть Ну как на все вкусы есть Если ни одной национально-патриотической Национально-консервативной партии В России не зарегистрирована И не может быть зарегистрирована Потому что Вся риторика Соответствующая этому Идеологическому направлению Считается экстремизмом Все, что вы скажете Все есть экстремизм Ну то, что вас за шиворот не берут Ну просто некогда Разбираться с другими Тотальные политические репрессии Я бы сказал так От политических убийств Самое яркое из них Это убийство Генерала Льва Рохлина До просто Запрета каких-либо Массовых акций Запрета на регистрацию Организации Которая имеет право Выходить на выборы Фильтрация всех депутатов То есть никаких неугодных Кандидатов Быть просто не должно Даже из тех Кто проиграет выборы И затем Вот эти политические репрессии То от убийства До каких-то мелких пакостей Которые делают Вот я, например Нахожусь в условиях Тотального запрета на профессию Даже если Я с каким-то ректором Договариваюсь о том Что я буду преподавать В данном университете То это все перечеркивается Мгновенно Потому что тотальный контроль За мной ходят эти люди И эту черную метку Мне постоянно вручают Где бы я не попадался Но это пустяк В сравнении с тем Что люди сидят в тюрьмах А некоторые И отправлены на тот свет С помощью той политической полиции Которая исполняет Любой приказ Ныне действующего начальства И действует Прямо в разрез Интересам Национальным интересам России И интересам Национальным интересам Русских людей Я посмотрел еще В списке В списке тех Кто прошел Государственную думу Ну вот скажите Вы помните Каких-то политиков Из государственной думы Ну кроме Представителей фракции Которые постоянно На слуху И они являются Такими Уже Наверное Покрышимися мхом Депутатами Которые просто не вылезают Из государственной думы Начиная с 93-го года Там Жириновский Зюганов С 2003-го года Запоздав Немножко Или там С 2007-го года Слегка запоздав Вот уже тоже Беспрерывно сидит В государственной думе Миронов А до этого он сидел В Совете Федерации Ну этих все знают А помните еще кого-нибудь Ну вот вряд ли Вы вспомните Сходу Какие-то фамилии Я посмотрел Ну есть Есть фамилии Которые мало чего значат Это не политики А есть Какие-то политики Ну снова в думе оказалась Ярова Это Старуха Шапокляк Российской политики Иосиф Кобзон Конечно никакой не политик А мафиози По совместительству Известный певец Советских времен Челенгаров Такой вечный депутат То есть Одним пенсию выделяют А другим Депутатский мандат Вот Челенгаров Это такой Любимец Путина Ему всегда есть место В Государственной думе Хотя там он Ну ровным счетом Ничего не делает Вообще Просто ноль Что там Дама С фамилией Шойгу И отчеством Кожугетовна Ну Странно себе подумать Что это не родственница Министра обороны Вот как это так Получается В одной семье Такие замечательные таланты Один министр Другой Депутат Государственной думы Не знаю Что от нее ждать Ей целая Группа Руководителей регионов Которые Выиграла Выборы по спискам Ну естественно Сдаст свои мандаты Хотя это выглядит Ну совершенной подлостью Как за вас люди Проголосовали Вы говорите Знаете Я свой мандат сдам И кто-нибудь другой Вместо меня Ну это Это просто преступление Я считаю Ну моральное преступление По закону Так можно Я бы считал Что такой закон Это противозаконие На самом деле Это абсурд Такого закона Быть не должно Если тебя избрали Ты от звонка До звонка Должен просидеть В Государственной думе Но если Там Смертельная болезнь Неспособность Исполнять Исполнять Обязанности Тогда перевыборы В твоем округе А по партийным спискам Нет Если даже партийные списки Есть То не должен Как следующий человек Замещать Твое место Люди голосуют За людей А не за партии И вот это Продвижение Из тех Кто не попал На место ушедшего Это конечно Абсурд То есть люди Вроде бы Как голосуют За одних А сидят В думе Другие Ну такие будут Вот и Тулеев Тут и Абдулатипов И Рамзан Кадыров Они прошли В Государственную думу Естественно Они там работать Не станут Это же Ну это и непрестижно Герои прежних времен Советских времен Тоже у них Как такая Пенсионная карточка Это все Единая Россия Анатолий Карпов Там Валуев Боксер Вот Ну и какие-то Роднина По одномандатному округу Подмосковью Выиграла Фигуристка Конечно Никакая Карелин Борец Вот тоже У них Такие вот Пенсионные отношения С гражданами Я бы считал Что таких людей Не должно было быть В думе Ну кого тут Я еще бы Отметил Вот Коршенинников Тоже Постоянный депутат Единой России Ну один из самых Омерзительных Либералистических Ультралибералистических Деятелей Который Ну Патентованный Русофоб Просто Есть Ну понятно Володин Володин там избрался Его Голубой лобби Выдвинуло А Путин Его продвинуло На пост Председателя Государственной Думы Андрей Исаев Мой давний знакомец Который еще В поздней юности Предал все И за вот это Теплое местечко Ну он там В этом теплом местечке Продолжает пребывать С 99-го года Тоже уже такой Потомственный Парламентарий Который не сделал В думе Вообще ничего Ну то есть Совсем ничего Кто тут Ну поклонская попала Крымская героиня Там Наша Мяша Няша Там Как ее там называют Ну какая-то игра Игра такая То есть Вроде как Игра была В прокурора Теперь игра В парламентария И обсуждают Не ее деятельность Профессиональную А в какой шубке Она там ходит И в какой Какой костюмчик Она одевает Ну бред сивый кобыл Это разве политика Это просто насмешка Что тут я заметил Пимашков Из Красноярска Я знаю Мэром был Пимашков Ну ворюга Я в свое время Пытался бодаться С решениями Красноярской мэрии Он был мэром Красноярска Когда приватизировали Городской рынок Просто его украли Просто украли Под присмотром Господина Пимашкова Ничего тогда Я не смог сделать Хотя приложил Все возможные усилия Шакум Мой любимец Из Подмосковья Красногорский район Как раз тут узнал Знаете Для тех Кого он нанимал Бегать и тут Разносить Всякие Листовочки Брошюрочки Напечатанные Неизвестно где Не из избирательного фонда Всем этим людям Было сказано Выборы закончились Забудьте Вам пообещали Сколько вам пообещали По 23 тысячи Плюс 10 тысяч Плюс 7 тысяч Премиальных Плюс 10 тысяч Если разрыв будет От ближайшего соперника Больше 5 процентов Вам обещали Ну идите к тому Кто обещал Не Шакум же обещал Обещали заплатить Минимально 23 тысячи Заплатили По 21 тысячи Здорово Мартин Люцианович И на этом Сэкономил Вы думаете Такой эконом Будет честно Работать в Государственной Думе Да он там и не работает Он там и не работает А вы продолжайте Голосовать И думать Что там Депутаты Будут работать И будут с вами Какие у них отношения Вот даже во время выборов Шакум встречается Со своими избирателями Ему говорят А вот вы нам не помогли Мы вот в том-то В том-то Он говорит А вы ко мне не обращались А нам конечно надо Вот гражданам Избирателям Бегать за депутатом И ему со своими обращениями А сам депутат Не в курсе Что творится В его избирательном округе А потом как Да вот вы обратились Хорошо Было дело Там кто-то Кто-то успел Сунуть свою бумажку Мартин Люцианович Говорит А что Я отправил Отправил Ваше письмо Отправил там По инстанциям То есть делать Ничего не стало Такая пересылочная Контора Где если приходит Какой-то документ Из округа Ну во-первых Можно забыть Потому что Ну а кто же контролирует Деятельность депутата Никто Его избиратели По крайней мере Не контролируют Можно тогда Просто взять и забыть Или написать Переслать Там в какое-то Министерство Просьба решить И ничего не сделать Вот деятельность депутата Да Очень замечательно Тут РБК Проанализировало Кто попал в парламент Вот Что тут Восемь депутатов Из семи созывов То есть Семь созывов подряд Как это может быть Я вот предлагал бы Ввести норму Что не больше одного созыва Послужил Пошел дальше Работать по своей Основной деятельности Пять космонавтов Стали депутатами Замечательно Такое, видимо Приложение Космонавтской деятельности 14 мэров Сложили свои полномочия Ради депутатства Ну такая ротация идет Их попросили Не сделали Восемь сенаторов Перешли в Нижнюю палату Парламента Посидел в Совет Федерации Перешел в Государственную Думу Легко Вот Молодой депутат Ну Любят мальчиков В фракции ЛДПР Вот самый молодой депутат 21 год Некто Власов А один депутат У нас Совершенно уникальный Это все тот же Иосиф Кобзон У него квартира Задекларирована 671 квадратный метр Это площадь Самой большой депутатской квартиры Можете себе представить Такую квартиру Зачем она такая Человеку Я не понимаю Заместитель министра Финансов Перешел В Государственную Думу Фарахов Айрат Закевич Угадайте С трех раз В какую фракцию он попал Я думаю Одного раза достаточно Единая Россия 12 призеров Олимпийских И паралимпийских Игр Прошли Все Единая Россия Тоже такое дополнение Видимо для обслуживания власти Такие пиар фигуры Вот Один депутат Есть замечательный У него Зарегистрировано 201 транспортное средство Такой Палкин Угадайте В какой фракции В Единой России Ну и перешел Перешел в Думу Шаманов Владимир Анатольевич Командующий Воздушно-десантными войсками Видимо тоже Подошла пенсия Ничего сделать не смог Раньше был уважаемым Человеком Сейчас стал шестеркой Уныне действующей власти Ну тут Куча Всяких бизнесменов И Причем Не только В Единой России Финансирование Это надо Откуда-то получать Справедрос Тоже своего миллиардера Взяли Вот тут Деятельность По операциям С недвиженным Мы учим там 30 человек Консалтинг 17 человек Оказание услуг 11 человек Сельское хозяйство 7 человек Розничная торговля 6 Гонстиницы Пенсионаты 4 Строительство 9 Оптовая торговля 21 Это все Депутаты Государственной Думы Вы не думайте Что они Представляют Кого-то Депутат Палкин Конечно Уникальная личность 200 транспортных Средств Доход 483 Миллиона Рублей Задекларированный За 2015 Год Почему-то В другом месте Он декларировал Полтора Миллиарда Что В общем Сразу Вызывает Вопрос В одном месте Одни Условия Одни Цифры показываются В другом Другие Ну там За Палкиным Там и другие Какой-то Леонид Симоновский Единорос Заработал За 2015 Год 909 Миллионов Рублей Почти миллиард И на счетах 3 миллиарда Рублей По данным Форбс Здесь он 87 место По состояниям Состояние 0,95 Миллиарда Долларов У него Александр Скоробогатко 745 Миллионов Декларировал Доходы За прошлый Год Состояние 2,3 Миллиарда Единорос И так далее Вы даже не знаете Там Ну понятно Что Есть люди Которые вообще Не задекларировали Никаких доходов Таких 12 человек И вот От гражданской платформы Единственный человек По одномандатному Округу Прошел Вы думаете Кто от Гражданской платформы Кто ее финансировал Ну тот Кто и прошел В Думу Рифат Шихудинов Заработал В 15-м году 5 тысяч рублей Всего 5 тысяч рублей При этом у него есть Жилые дома В Москве Площадью 800 квадратных метров В Италии 176 квадратных метров Квартира В Санкт-Петербурге 400 квадратных метров И так далее То есть Это Понятно Что это богатей Который скрыл Свои доходы Вот Ну Гражданская платформа Не придяешь Претензии Я думаю Что он будет В Единой России Куда же ему еще податься Ну и так далее Средний доход депутатов-единородцев 25 миллионов рублей В год Справедливая Россия 22 миллиона ЛДПР 17 миллионов КПРФ 13 миллионов Вот Самый богатый Справедрос Алексей Чепа 178 миллионов рублей Финансировал Справедливую Россию Депутатское имущество Сказал уже Про Кобзона Самый большой Жилой дом 3000 квадратных метров Указан сведений Об имуществе Справедроса Гаджимурата Амарова Вот еще один Финансист Справедливой России А вы голосуйте Гаджимурат Амаров Шейхуддинов Кобзон Вот Самые богатые Депутаты Государственной Думы Они же Видимо и финансисты Вот этого Так называемого Законодательного собрания Ну В общем Больше Говорить об этой Думе Нечего Главное Что мы должны Твердо усвоить Себе И Я это показал Что это люди Абсолютно нам чуждые Абсолютно не заинтересованные В том Чтобы Россия расцветала И чтобы русский народ В России Занял достойное его место Которого он заслуживает Заслужил в истории Как создатель России И главный ее защитник И Народ Который Выносит Главную Ношу Всех тех безобразий Которые Творит И нынешняя Государственная Дума Она уже Начала этим заниматься Поставив во главу Себя Человека С крайне сомнительной Репутацией По последнее время Это стало ясно Что Чем сомнительнее Репутация Видимо Тем выше будут Государственные Должности И больше будет Доход Масса вот этих Пенсионеров С мандатами Которые ничего В Государственной Думе Никогда не делали И делать не собираются Это фикция Это не парламент Для русских людей Нужно народное Представительство Как оно будет Организовано Об этом мы поговорим Когда утвердится Русская власть Она конечно Не будет утверждена Сразу в виде Какого-то парламента Потому что на выборах Власть не отдают И власть не берут Поэтому русская власть Будет установлена Конечно не В результате выборов Выборы На выборах Она просто будет Легитимирована Подтверждена Когда все Вот эти люди Которые сейчас Находились Находятся В Государственной Думе Прежде находились На каком-либо Посту Государственном При Путине Они все Должны будут Получить Те самые Черные метки Которые раздавали Деятелям Русского движения И соответственно Мы сможем выбрать Отобрав По системе Специальных цензов И люстраций Тех Кто действительно Способен Защищать Интересы Русских людей На всех уровнях От муниципального До государства Вот тогда Русская власть Утвердится И справедливые Законы Они те безобразия Которые уже Потоком Хлынули На наши головы Восстановят Россию Как великую Державу Сейчас Нас тащат На смертный Одр Или мы уже Там Уложены на него И нас уже Скоро Патологоанатом Начнет препарировать Вот этот процесс Мы должны Остановить Нам надо Собраться С духом С силами Почему-то Русские Перестали Быть деятелями Перестали быть Смелыми Стали такими Вялыми Мы это видим И по активности Политического движения И по численности Наших организаций Численности наших мероприятий Вообще В целом По активности Поругаться между собой Нагадить друг друга в душу Наплеваться Комментариями Изблевать Свою подлость На странице интернета Вот пока Все что мы видим На русском языке На русском языке Все таки должны Возникать Какие-то достойные Творения И мы должны Достойно общаться Между собой Находить общее Что нас объединит И уничтожит Тем самым Наших врагов Слава России Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова